18 января православные верующие отмечают крещенский сочельник, канон богоявления или крещения. Во всех церквях совершается великое освещение воды и купание в Иордане. По данным метеорологов, погода в этот день готовит приятный сюрприз. В ночь с 18 на 19 января в Наринмаре ожидается от минус 13 до минус 16 градусов. Вода около 4 градусов по Цельсию. Что ли готово для любителей крещенского купания, узнала наша съемочная группа. Подготовка к крещенскому купанию в Наринмаре началась заранее. Компании «Чистый город» предстоит выполнить немалый объем работ. Расчистить от снега дорогу к месту купания, организовать парковочную зону для автомобилей, подготовить площадку для проруби и установить Иордань. Идет расчистка территории для проведения мероприятий крещенские купания. Полностью все силами чистого города. Купель была сделана, полностью восстановлена. На выходных будем делать мостки, полностью ступеньки, дальше уже ставить саму купель. Кроме того, территорию огородят, подключат приборы освещения и радиовещания, разобьют палатки. Крещенское купание – это особый процесс, требующий не только технической подготовки, но и духовной. Это богоявление или крещение Господне, когда мы воспоминаем то событие, которое запечатлено в Евангелии. Христос крестился в водах Иордана. Это обновление всего естества человеческого. Если внимательно слушать молитвы, которые совершаются во время освящения великого вод, мы поймем, что она означает. Она означает обновление всего тварного естества. Чтобы обновиться и душой, и телом, по словам епископа Иакова, нужно входить в воду с добрыми мыслями. Ведь вода в этот день обладает особыми свойствами. С какими мыслями войдешь, то и получишь. По наблюдениям ученых, в крещенский сочельник вода на планете меняет свои свойства. И связано это с положением Земли. Меняется полярность и энергия поверхностного натяжения. Вода становится мягче. Ученые даже проверили, влияет ли на жидкость воздействие церковных обрядов. Оказалось, что вода реагирует на молитвы и погружение Серебряного креста. На Руси издревле считается, что купание на крещении способствует исцелению от различных недугов. Чтобы окунуться в холодную воду, необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку. Но такое купание рекомендовано не всем людям. Зимнее плавание противопоказано людям при острых и хронических в стадии обострения заболеваниях. Но даже если вы решились на холодное купание, рядом с купелью будут находиться врачи скорой помощи. Силовики и спасатели проинформировали, что для поддержания порядка и безопасности в месте купания будут выставлены наряды. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал.